Сейчас я сделаю ссылку Все Привет всем, мои дорогие братья и сестры С воскресным днем Христос воскресе Сегодня Почему Христос воскресе Кто-то может спросить Потому что Малая Пасха Каждый воскресный день Это Малая Пасха Прошел предыдущий эфир В прошлом воскресенье Многие попросили говорить громче Потому что не все слышат Вот, поэтому Постараюсь немного говорить Погромче Давайте сразу технически мы с вами Разберемся, слышно, не слышно Пишите Или просто поставьте лайк Сердечко, что там у нас ставится Чтобы я понял, что все хорошо Значит, сегодня Мы с вами Как обычно, конечно Позадаем вопросы Поотвечаем На самом деле Интересным я Принял участие Флэшмоби Православного Освященника Павла Островского Хороший Освященник Наверняка вы его видели На Спасе Вот Ну и в связи с тем Что я принял участие Некоторые стали писать Задавать вопросы Ну и от него По сути Ну в основном в Инстаграме Задавали вопросы Но Достаточно интересные вопросы Вроде бы с одной стороны Банальные Но И они имеют Место быть Почему? Потому что Мы не все с вами Идеал Не все-все знаем Поэтому Да и я В том числе Не все знаю Вот Напишите пожалуйста Слышно Не слышно Потому что Никто еще не писал Все ли хорошо Всех вас приветствую Добрый вечер Сегодня у нас с вами Читалось Два Евангелия Первый О том Как Связано С Положением Очной Ризы Волохерни Да Мы вспоминаем Чудо Которое Богородь Сотворило Константинедополи Когда Наверное Князь Аскольд Пришел завоевать Константинополь И Царица Небесная Скажется Огородила его Ну и Как следствие Аскольд Уверовал В Богородье В Бога По Средствам Скажем так Милости И заступничества Божьей Матери И вот Когда Мы вспоминаем Или икону Божьей Матери Какую-либо Или же События Какой-то С Божьей Матерью Читается Иванское Чтение Евангелие От Луки 54 Зачало О чем оно Говорит О том Что Господь Приходит В дом Марфи Марии К другу Своему Лазарю Как вы помните Он его Воскресит Вот И Марфа Садится Вернее Марии Марии Садится При ногу И слушает У ног Если по-русски Выражаясь У ног Христа И слушает Марфа Начинает Заботиться О Всякого Рода Службе Угощениях И приходит И начинает Роптать Говорит Господи Не брежели То есть Неправильно Что у меня Сестра Одну Оставила Скажи Ирцы Видите Красивый Славянский Язык Какой Орцы Не просто Скажи Или Поругай Орцы Чтобы Она Мне Помогла На что Господь Разделяет Говорит Марфа Марфа Ты печешь Это Заботься Множей Службой Мария Избрала Благую Часть И от Нью Она Не отымется Если по-русски Сразу Говорить Вот И Далее Мы слышим Что вознесла Голос Одна И Женщина И Говорит Благословенно Чрево Носивши Тебя И Грудью Которую Ты Питался То Я по-русски Сразу Говорю Переводя Чтобы Было Понятно Вот И Господь Говорит Блажен То Счастлив Те Кто Слышали Се Слова И И Исполнившие Их Значит Второе Иванское Чтение У нас Было Связано С Исцеление Бесноватого Сегодня Как я уже Сказал Два Иванские Чтения Было Это Вот Если Вкратце Что мы Сегодня Вспоминали Во время Богослужения Что Интересного Скажем так Задавали На этой Неделе Конечно Много Вопросов Было Связано С Крещением Ну С Крестными Родителями Ну Один Интересный Вопрос Мне Очень Понравился Вот По поводу Захоронения Правда Я его Не совсем Правильно Сначала Понял Неправильно Прочитал Скажем так И он вообще Комичный Даже Получился Вот Ну Сначала Я Отвечу Наверное О крещениях А потом Отвечу Уже На Те Вопросы Которые Вы будете Писать Мои Дорогие Значит Вопросы Связаны Были С Крестными Если Крестных Вообще Нету Что Делать Сразу Отвечать Буду На вопрос Если Совсем Не Можете Найти Крестных То Можно Попросить Батюшку Чтобы Как Таковых Их Не Было И В таком Случае Крестным В свидетельстве О крещении Будет Записан Священник Но Это Исключительный Момент Я думаю Если Мы с вами Достойны Православно Верующие Люди То Мы Общаемся С такими Верующими Людьми И Наверняка Кто-то Отзовется И захочет Взять На себя Это Тяжкое С одной Стои Бремпа Что Его Нужно Достойно Нести Но Тем не менее И радостно Потому что Достойно Трудясь Получаем Достойные Плоды Вот То есть Если Совсем Нет То Возможно Написать Батюшку Если он Согласится Вот Второй Момент Спрашивали Можно ли Взять В Крестный Жену Сейчас Вспомню Брата Брата Жену Вот Брата Жену Можно ли Брать На что Тут Возник Вопрос Почему Нет Если Брат И жена Его То Нельзя Если Они Двоем Хотят Быть Крестными Это Каноническое Препятствие К Венчанию Если Один Крестный С одной Семьи А Брата Жена С другой Стороны Вопросов Нет Потому Что Я Еще Даже Переспросил В чем Проблема Говорят Что Родственникам Нельзя Быть Крестным Но Как Нельзя Если Это Самые Близкие Люди Которые Любят Уважают Вас И В том Числе Позаботятся В первую Часть Духовно Я надеюсь И Поддержат Где-то Материально Своих Племянников Или Племянниц Да Вот То есть Тут Единственное Каноническое В данной ситуации Препятствие То есть Муж И жена Не могут Быть Крестными Родителями У одного Ребенка Вот Что у нас Еще С Кристинами А С Исповедью Были Вопрос Что Побаиваться Ити На Исповедь Говорить Какие-то Грехи Которые Очень Давно Были Нужно Помнить Обязательно Конечно Человеческий Фактор Он Присутствует Одному Можешь Раскрыться Перед Одним Вернее Будет Так Правильно Сказать Священником Перед Другим Как-то Смущаяся Побаиваться Но Тем Не Менее Нужно Помнить Что Мы Приходим И Раскрываем Свою Душу Не Перед Священником А Перед Богом То есть Первую Сейчас Секундочку В первую Очередь Мыкаемся Богу А Священник Только Помощник Нашего Покаяния Вот Ну Естественно Готовимся Мы К Причастию Вычитывая Молитвы Говея Ну Учитывая Наши Немощи Это Очень Все Индивидуально Ну И Которые Комичный Вопрос Мне Задали Скажем В принципе Он не Комичный Это Я Так Скажу Из-за То Что Неправильно Прочитал Он Получился Комичный На Сам Деле Значит В чем Вопрос Как я его Сначала Прочитал Потом Скажу Как На самом Деле Он Есть Значит Можно ли Как Церковь Относится К Кремации Мы С мужем Поговорили И Я Хотел Чтобы Меня Кремировали В связи С тем Что Я боюсь Заразиться То есть Я Прочитал Заразиться А Было Правильно Захоронение То есть Она Скажем Так Человек Уже Перспективно Боится Когда он Умрет Что Ее Закопают Ну С одной Стороны И тут Есть Немножко Такой Комичный Момент На самом Деле Церковь Кремации Очень Конечно Неоднозначно Относится Безусловно Мы Традиционно Захораниваем В могилу Почему Потому что Есть Как бы Основание Что При втором Пришествии Христа Все Восстанут Из гробек Своих То есть Восстанут А если Тебя Конечно Богу Нет ничего Невозможного Но если Тебя Спалили И по морю Раскидали Твой Как Не раскидали А правильно Ну в общем Выпустили Твой Прах Откуда Ты Вставать Будешь Но Понимая Что В городе Это Очень Проблематично И Очень Дорогостоящий Момент И Больше С теми Конечно Кремирует Разве Вот Умнички Подсказываете Мне Разве Забыл Вы Старый Уже Склерозный Вот Поэтому Как бы В первую очередь Нужно понимать Что мы молимся О душе Заботимся То есть Отпевание А потом Уже на усмотрение Сродников То ли это Захоронение Ну и не только Усмотрение В том числе И Материальная Возможность То ли это Кремация Но Возникает Вопрос Что с этим Прахом делать Конечно Лучше Прикопать На могиле Если есть Какие-то Сродники И В таком Случае В идеале Или Как минимум Там Насколько Я знаю Арендуют Такие Маленькие Боксики Куда Можно Как В кавычках Тоже Могил Но Естественно Лучше Нашего Скажем так Захоронения В могил Ничего Нет Если взять Времена Христа То В идеале Тогда В пещере Клали тело И Заваливали Камнем То есть Как Воскресение Христово Было В идеале Почему Потому что Не под спудом Тонна Земли Ну Как По факту У нас Есть В чем Страх Что тебя Закопают В частности Я могу Предположить Почему И хотели Потому что Бывает Иногда Клиническая Смерть С такими Вещами Неоднократно Мы сталкивались Но Нужно Подчеркнуть Один Важный Момент Клиническая Смерть Возможно При наличии Того Что Человека Если Не Вскрыли Кто Не Знает Что Такое Вскрытие Это Голову Вскрывает И Мозги В живот Зашивают То есть Уже Нереально Человеку Скажем Так Воскреснуть Поэтому Бояться Это Могила Это Абсурдно Да и Вообще По Большому Счету Православный Человек Не Боится Смерть Давайте Теперь Мои Родные Отвечая На Вопрос Пошли Я Видео Вы Писали Но Я Поскольку Рассказывал Не Отвечая На Некоторые Вопросы Заранее Я Их Не Читал Давайте Прочитаем Добрый Вечер Добрый Вечер Так Спаси Гос Слышно Слышно Спаси Гос Это Вы Мне Подсказываете Что Слышно Так Прошу Помощи Помолитесь Здравимые Руководители Раба Божия Игоря Находится В реанимации Под Кислородную Пневмония Под Крепи Гос И Врачу И Раба Божия Игоря Так Дальше У меня вопрос Я хочу пойти На причастие Но боюсь Не знаю Какие вопросы Будет задавать Вопросы Вам никто По большому счету Не будет задавать Вы приходите На исповедь Естественно Вы подготовившись Идете Можете На листике Выписать Свои грехи Чтобы В переживании Не забыть Тот или иной И каетесь Потом Когда Допустим В своих грехах Покайтесь Так И скажете Каясь Милосердный Господи Священник Прочитает Разрешителю Молитву После чего Вы берете Благословение На причастие И уже Отходите На причастие Вот Бояться Не нужно Так Связь потеряна Не знаю Здравствуйте Мир Вам Благословите Мне завтра Идти на УЗИ Валентина Бог благословит Байшкова Из какого Города Я Служу В станице Ленинградской Историческое Название Уманска Это Краснодарский Край Ейской Тимошейской Епархии Семья У меня В соседней Станице Живет Езди Домой Здравствуйте Байшка Сказано Женщина Спасается Через Чадородие Правильно А если Не детей То Не спасается Конечно Женщина Может Спастись То есть Почему Такой Делается Акцент На Чадородии Во-первых Поскольку Чадородие Это Претерпевание Безусловно Это Токсикоз Это Спина Это Гормональный Избой И тому подобное То есть Тут Претерпевание Тут Подвиг Определенный И серьезнейший Я уже молчу О самих Родах Это Величайший Подвиг Я бы Назвал его Вот Который Естественно Мужчина Может быть Даже Не выдержал Вот Но Вопрос В чем Спасается Иным образом Можно Привести Пиковый Скажем так Относительно Чадородия И Какой-то Обыденный Значит Первый Это Взять Деточку Если нету Детей Из детского Дома Много Детей Которые Хотят Иметь Родителей И Достойно Воспитывая Вы уже Вкладываете Своё сердце Душу И всё остальное В этого Ребенка Если же Ну Нету Ни материальной Базы Ни внутренней Скажем так Сил Хотя порой Это Немножко Оправдание Вы знаете Есть Замечательная Девушка Я её Благословлял Когда она Мне Спрашивала Она Взяла Детей Из Детского Дома Зовут её Дарья Могучая Можете Посмотреть В инстаграме У неё Много Подписчиков И Вы знаете Была тоже Достаточно Трудная У неё Жизненная Ситуация Но тем Не менее Господь И на Деточек Этих Дал И Вот Реальный Пример Который Я знаю Перед глазами Что Бояться Не стоит Если Вы делаете Это Во спасение Своей Души В радость Этому Ребёнку Который Получает Родителя То Господь Обязательно Не оставит И поможет Вас Но Ни в коем Случае Не надо Детей Брать Ради Какой-то Финансовой Помощи От государства Не нужно Это Лукавство А Господь Поругаем Не бывает Поэтому Конечно Добродетели Молитвой Мы можем Спастись Покаяния В своих грехах Если Таковые Есть А они Есть Мы В них Очень часто Оступаемся А Разве Льда Батюшка Я Не знаю Что Что Это Знаете На Кубани Немножко Такой Говор Есть Где-то С украинским Акцентом И вот Я недавно Флэшмоби Там участвовал И сказал Шо То есть На Кубани Ничто Ничто Говорит А шо Опылился Немного Так Я Не знаю Что С собой Делать Скрываюсь Срываюсь На мамочку Три Дней Как мне Быть Три дня Как мне Быть Не срываться Валентина Читайте Акафист Иконе Божьей Матери Умягчение Злых Сердец Чтобы Ваша Смягчилась И Вокруг Вас Батюшка Правда Что Иисус Это Единственная Дверь В рай Во-первых Иисус Он Скажем Так В Единой Троице Поклоняемой То Что Господь Указал нам Путь Открыл Этот Путь Безусловно Мы так и читаем Священное Писание Христос О себе Говорит Я есть Путь Истинная Жизнь Вот Естественно По любви Господа К нам Мы можем Спастись Идя И подражая Его любви Поэтому В рай Можно Прийти Только Богом Относительно Другие Религии Как часто Меня спрашивают Спасутся ли Я не буду Дерзать Отвечать За Господа Спасутся Они Или не Спасутся Это Прерогатива Господа А Господь Это Источник Любви Поэтому Просто Я понимаю Что Православие Это Главная Религия Которая Сохранила Все Что Господь Утвердил Дал Мы Это Не Отменили Не Деградировали А Сохранили И даже Приумножили Поэтому Православие Это Основной Стоп Душеспасения Вот Это Я точно Могу Сказать А За Господа Решить Попадет Кто-либо В рай Из Инославных Я Не Дерзаю Так Можно Как Успокоительное Тоже Тут Рекомендуют Но Тут Крик Может быть Не от Нервоза А Душевного Нестроения Поэтому Тут Все-таки В большей степени Знаю Валентину Надо Помолиться Еще Почитать Молитву Да Воскреснет Бог Очень Я Могу Так Это Так У нас Людмила Пишет Вот Чиен Могу Пойти В храм Постоян Что-то Почему Наверное Почему Не могу Пойти В храм Что-то Мешает Какие-то Дела Очень Соскучилась По службе По причастию Помолитесь А вы мне Чтобы Я была В храме И причастилась Подкрепи Вас Господи Что у вас Все Получилось Людмила Почему Ну Это Известный Факт Лукавым Это Неугодно Привет Всем С Города Курс Кой Курской Курского Наверное Спасибо Господи И вам Привет Добрый Вечер Бачку Очень Часто Сын Теряет Крестики Сейчас Ему Купили Ладан Кустоник Кала Чудоторсы Крестика Обязательно Или нет Обязательно В первую Очередь Господь Все Остальное Скажем Так Это Замечательно Дополнение Ладанка Медальончик Святого Или Ангела Хранителя Но Значимей Креста Ничего Нету Потому что Это Проявление Любви Господа К нам В первую Чуть Крестик Так Это Уже Читал У меня Тоже Сын Крестики Теряет Ну Я Отвечу Ну Надо Я Вообще Знаете Часто Почему Теряет Потому что На Крестики Помимо Ушка Литого Есть Еще Маленькое Как бы Сказать Еще Одно Маленькое Ушко Которое Постоянно Разгибается Поэтому Я всегда Говорю Убирайте Его И в основное Литое Ушко Крестиком Одевайте Веревочку Тогда Вопрос Более Безопасный Не так Быстро Потеряется А возможно Вообще Не потеряется Дай Бог Вообще С крестиками Тут Интересная История Тут Вот В семинаре Мы ходили В баню Мне пришлось Крестик Себе Приобрести Деревянный Маленький Чтобы Он не Обжигал Тело Когда мы В баню Ходили Семинаристами Вот Бывают Кожаные Крестики Тут В первую Чуть Главное Чтобы Там Символика Христа Была И он Был Православный Потому Что Кто не Знает Чем Отличается Православный Крестик Католического На Православном Крестике Я вам Покажу Вот Смотрите Сейчас Поближе Пододвинусь Вот Смотрите Это Вот Священнический Крест Это Уже Наградной Это Не первый Который Священнику Дается А Уже После Определенной Так По-военным Скажем Выслуг Лет Вот На Православном Кресте Ножечки Вот Так Вот То есть Две А у Католиков Вот Так Одна На Одну Ножечка Значит Что Мы Еще Здесь Можно Крести Здесь Мы Видим Что Написано Инцы То есть За что Христа Распят То Что Он Сын Божий Иисус Христос И здесь Снизу Мы Видим Не знаю Сейчас Как-нибудь Поверну Чтобы Не отсвечивало Ну вот Может Вот так Если Видите Череп Нарисован Это Голова Адама То есть Господь Свою кровью Омыл Скажем так Грехи Рода Человечка В том числе И Адама Так Дальше Пойдемте Люди Не надо Просить Молиться За вас Молитесь Сами Бог Слышит Всех Крест 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 И Молитесь Не совсем Согласен С вами Мое Сокровище Господь Говорит Двое Или трое Во имя Мое Там И я Посреди Них По сути Почему Мы в церкви Собираемся Потому что Основное место Где совершается Таинство Где сугубо Присутствует Господь И если В том числе Мы молимся От друг друга Мы совершаем Добродетель Молитвенный Подвиг Поэтому Если есть Необходимость Нужно Просить Других Молиться Но и Мы Сами Должны Бодрствовать В молитве И трудах Праведных Скажите Пожалуйста А Пищи Обязательно Поминать Или только В церкви Если Мы говорим О застольях Именно Поминальной То это По большому Счету Не обязательно Почему Потому что Чаще По крайней мере С чем я Сталкиваюсь Это не поминки Это даже Не добрая беседа От доброй памяти Усопшего Это чаще всего Про разнословия Ненужные разговоры Шутки Какие-то Полуразвлекаловка Какая-то Грубо Может быть Звучит Но это Так и Есть Поэтому В первую Очередь Это Что можно Принести Пользу Это Молитва Это Панихида Если Это Человек Отпели Что Что-то Свостревать Никто Не имеет Права Это То Что Вам Ближе И По душе А Застолье Это Очень Неоднозначный Момент Потому что Некоторые Ставят Водку И говорят Ну вдруг Кто-то Обидится Так Вы Вот Как Уже Поминайте Грешите А Смысл Поминок Это Принести Пользу Душе Усопшего А не Навредить Ни ему Ни себе Молитесь Светлана Здравия Я Не Очень Хорош Здоровья Подкрепи Господи Правда Сейчас Без Креста Валентина Вам Без креста Быть Зная Вас Крест Вы не Имейте Права Просто Снимать Скажите Что Делать Саша Не знаю В чем Вопрос Вы написали Мир Вашему Думаю Спаси Господи Все верно Теряет Так Висит Смит 31 год Хочу На свой День Рождения Поехать В храм Благословите Божьей Помощи Съездите В храм Здравствуйте Батюшка Во сне Приходит Серафим Приходил Серафим Саровский Я Сильно Болею Что Значит К выздоровлению Или наоборот Заказала Молебень Ему То что Заказали Молебень Запечательно То что Приснился Серафим Саровский Надо быть Очень Осторожно Мне Очень Нравится Выражение Яна Кроштадского Который Говорит Что Мы Не Такой Святой Жизни Живем Чтобы Нам Сны Снились От Бога Может быть И как Искушение От лукава Я бы Вообще Никак Не трактовал В благо Это Или не В благо Надо Немножко Анализировать Почему Болеем То ли Это По грехам В первую очередь То ли Сюда Можно Прибавить Халатность К нашему Организму Который Мы Запустили Допустим И второй Момент Надо подумать Давно ли Мы Причащались Насколько Мы К нужным Специалистам Врачам Обратились В наши Немощи Что до сих пор Они Не могут Помочь То есть Надо Сделать Серьезную Аналитику Вашей Ситуации Евгения Поэтому Ну Приснился Слава Богу Накручивать И сильно Трактовать Не нужно А то что Заказали Молебень Хорошо Подкрепи Вас Господи И врачу И чтобы Выздоровели Евгения Так Как У Господа Деревянный Крест Был Не совсем Поним Вопросы Только Господа Надо понимать Что надо С большой Буквой Писать Баюшка Нужно ли Поминальное Застолье Я уже Ответил Сейчас у меня Монитор потух Я тут за компьютером Хочу Хочу Заказать Делать Детям Никаких Поминок Все только В церкви Ну Я по сути Сторонник Того Наградной Крест Да Все правильно Добрый Ветер Батюшка О Виолетта Рад видеть Мое сокровище По И По отношению Детками Крестик По отношению Детей Крестик Не могу Уговорить Маму Моего Крестика Носить Крестик Она Мне Регулярно Расскажет Жуткие Истории О том Как дети Удушились Да бред Какой Я 10 лет Служу Я ни одного Случа Не знаю У меня Папа Еще Я с ним Был Мальчишкой Когда он Священником Мой папа Уже 25 лет Служит Я в его Практике Нерадую Не слышал Я вообще Никогда Не слышал Чтоб Хоть один Ребенок Удушился Крестиком Покажите Мне Расскажите Хоть один Такой Случай Это Первый Момент Второй Момент Есть Определенное Благоразумие Вот смотрите Сейчас понятно Что у меня Священческий Крест И он Ближе К На На животе Лежит Но если Мы сделали Веревочку На груди Чему тут Закручивается Тут Нечему Закручивается Сделайте Так Чтобы Крестик Простите Я вам покажу Да Вот Чтобы На груди Все Какие вопросы Никого Ничего Не Закрутится Поэтому Не нужно Это Такое Знаете Нежелание Быть с Богом Мы хотим От Бога Все Помощи Даров Еще Чего-то Но нам Сам Бог Не нужен Понимаете Вот что Страшно И когда Начинаются Какие-то Жизненные Проблемы Мы удивляемся А я же Все Делаю А я же Свечечку Ставлю А я Туда Все Да ты Галочку Ставишь Как Правильно Любить Бога Вот Мы Вообще Не Задумаемся Это На Исповеди Каяться Как будто Ты Последний Раз Кайся С Мысли Что Возможно Сейчас Выйду Из храма И Возможно Больше Уже В него Не вернусь Потому что Могу Просто Ночью Не проснуться Готовиться К причастию Как Последнему Разу Потому что Господь Сам Говорит Ночью Приду Душу Твою Заберу Что Ты С собой Возьмешь А я Хочу Соединиться С ним Здесь На Земле Чтобы Получить Добрый Ответ На Небесах И Быть Богом Я Хочу Быть Богом Я Стараюсь Меньше Грешить Я Стараюсь Жить Более Праведной Если Я Чем-то Ступайся Кто-то Мне Об этом Горит Я Стараюсь Не Обижаться Не Распыляться В гордыне Своей А подумать Может На самом Деле Я Неправ Но Иногда Бывает Конечно В кавычках Гиперсоветчики Которые По сути Сами Так Не Живут Но И На Нех Не Нужно Обижаться Потому Что Это Немощные Люди Поэтому Вот К этой Мамочке Нужно Просто Прийти И Сказать Я Крестная Мать Я Буду Отвечать Пред Богом За Своего Крестника Ты Выбрала Меня Как Крестная Матерь И Ты Обязана Дать Мне Возможность Воспитывать Свою Крестника Все Я Обязан Приводить Бога Какие Есть Праздники Как Надо Исповедиться И причащаться Если Уже Дитю Семь Лет Есть Я Обязан Мне Пред Богом Отвечать И Спросить Ее Крестная Ли Она Сама И Что Она Делает Для Своих Крестников Вот С этого И Оттолкнитесь Простите Я Может Немножко Я Просто Деток Люблю И Вот Когда Начинаются Такие Профанации Простите Христа Роди Так Я Подобрал Большой Крест На нем Как Вы И Сказали Все Присутствует Олег Я Рад Вас Видеть Олег Спасибо Господи Иконы Кресты Это Идолы Юрий Это Глупость Мне Вот Задавали Вопрос Опять На днях О том Что Почему Православный Поклоняется Идолам Люди Вот Услышьте Пожалуйста Идолы Суть Боги У нас Троица Отец Сын И Дух Святой Вот Наш Скажем Бог Троичный В лицах Мы Мы Поклоняемся Идолам Мы Смотрим На Икону Допустим Спасителя И Мы Обращаемся В первообразу Услышь Господи Прости Подкрепи Жить Праведной Жизнью Мы Смотрим На Икону Божьей Матери Мы Говорим Обращаемся Не Иконе Самой А Обращаем Свой Разум К Царице Небесной Мы Видим Святого Господь Сам Прив Давайте Теперь Библейский Момент Коснемся Ветхий Завет Скиния По Заповедению Господа Масей Ее Сотворил Построил Что Мы Видим На Ковчеге Ангелов С крыльями Что Мы Видим Внутри Изображения Между Скажем Так Святая Святых И Храмовой Частью На Скажем Так Современный Зак Катапитазм Херувимов Архангелов Это Изображение Святых Ангелы Святые Еще В Ветхом Завете Изображались Святые Господь Сам Приклад К лицу Своему Брус По Русски Переводя Полотенце И Лицо Его Отображается На этом Брусе И Авгарю Царю Он Отправляет Со Слугой Авгаря Чтобы тот Приложился Исцелился Господь Сам Дает Свой Лик Изображать Он Его Оставляет Нам И Для Чего Господь Вочеловечился Если Если Он Не Хотел Чтобы Его Никто Не Видел Никогда Он Не Вочеловечился Первым Но Он Вочеловечился Ради Нашего Спасения И Мы Чтобы Пометовать И О Крестном Страдании Мы В первую Очередь Сзираем На Это Мы Почитаем Иконы Но Не Как Идолов Если Икона Выцвела К примеру Да И На Ни Ничего Не Видно Для Нас Это Уже Незначимо Бумага То ли Это На Стекле На Металле Если Нет Образа Для Нас Это Незначимо Уже Мы Это Сжигаем И Пепье Благовейно Или В речку Или Не Впопираем Место Если Для Нас Это Был Бог Идол То Выцвел Он Не Выцвел Мы Бо Ему Поклонялись Вот Услышьте Разницу Между Идолом Есть Когда Во Время Крещения Руси Убирали Скажем Так Сжигали Из Стуканов Вот Этих Идолов Когда Их Валили То Люди Бежали За Этими Столбами Кричали Вылази Из Воды Когда Их Под Днепру Пускали Ты Ж Бог Чувствуйте Разницу Давайте Дальше То Я Что-то Сильно Застрел Что-то Сегодня Эмоционально Надо Подуспокоиться Долго У вас Не Было Батюшка Грех Или Нет Предсказать То Что Будет Предсказал Трижды Кто Выиграет В Играх Хорватия Россия Англия Ну Может Хороший Аналитик Футбольный Поэтому Не знаю Не Грех Так Здравствуйте Как Относиться К Реконструкции Времен Вов Я Не знаю Как Относиться Ну Как Исторически Какой-то Момент Для Общего Развития В принципе Культурологически Это Очень Достаточно Интересно Почему Бы И Нет Потому Что Это История Историю Надо Помнить Чтобы Не Повторять Пять Ошибок Я Думаю В рамках Разумного Все Допустимо У Моего Сына Тоже Терялся Ломался Крестик Но Мы Одевали Новый И читала Молитвы О детях Сейчас Все Хорошо Спасибо Господи Так УЗИ Будет Ясно Вы Радость Нашей Я Не Своя Даже Радость У У меня Ребенок Спит Скрестик Слава Богу Батюшка Что Вы Думаете О гороскопах Это От Лукава Смотрите Суть Сегодня Что Такое Гороскопы Мы Кому Больше Верим Тот Который Сотворил Созвездие Вот Смотрите Есть Созвездие Крест Есть Созвездие Сейчас Я вспомню Вот Я Позапрошлом Году Был в Московском Планетаре Там Такую Изумительную Презентацию Делали Ну Допустим Даже Одно Заострю Внимание Крест Да Почему Мы На фоне Всех Созвездий Крест Не почитаем Так Даже Если Чисто Опираясь На Созвездие Но Самый Главный Вопрос В чем Мы Больше Веруем К сожалению И Вот По Обыденности И нашей Где-то Духовной Глупости Необразованности Больше Тельцу Деви И то Что к ним Приписывают Невзирая На то Что Миллион Людей Тельцов Миллион Людей Водолеев Ну Если Так Выражаясь Я Человек Я Не Баран Не Козерог Не Ижи С Ним Я Человек Образ И Подобие Божие И люди Слышат По радио Что Вот Сегодня У вас Будет Плохой День Все Я Я Козерог Что Теперь Будет Весь День У меня Плохой То Все Он Себя Запрограммировал Он Не Верует Богу Господи Огради Меня От Всяких Происков Лукавых И Дай Мне Прожить Этот День Доброй Совестью Сотворив Добрые Дела И Не Оступиться В Грехе Понимаете Мы Принижаем На Фоне Этого Лукавства Бога Кто Значим Бог Или Созвездие Кто Значим Кто Это Сотворил Или Сами Созвездия Поэтому Естественно Гороскоп Это Тоже Самое То же Самое Суеверие Что Такое Суеверие Напомню По Ожигову Идалю Их Словарям Это Ложная Вера Предавание Вещам Недуховным Смысла Духовного Поэтому Этот Лукавого Который Пытается Все Подменить Связанное С Богом Вот так Дальше Так Расскажите О Святой Матронушке Пожалуйста Ну Это Надо Отдельные Фирмы Сокровища Делать Я не знаю Как правильно Вас зовут И Инна Или Ирина Но На самом деле Матронушка Это Святая Часто Ей обращается У кого Деточек Нету Ее мощи В Москве Находятся Господь Как мы знаем Не изначально Она слепая Был Современно А слеп Он Господь Физические Очи Закрыв Ее Открыл Духовные И она Многим Многих Привела К Господу Спасла Их От душевной В том числе От телесной Гибели Но тут Нужно Очень Много Делить Я бы сказал Минимум Полчаса Эфира Поэтому Я бы Так Вот У нас Я думаю Скоро Все таки Появится Батюшка Который Будет О святых Рассказывать Но он Конечно Больше Любит Психологии Но Может быть Все таки Он возьмет Это время Тоже Рассказывать О святых И вот Конкретно Будет эфир Этому Посвящать И в том числе Вашим Вопросом Так Слышать Батюшка Константин Вы Настоящий Проповед Через экран Идет Мир И благодать От вас Простите Меня Но вы умничка Спасибо Спасибо Светлана Ну Естественно Я Далеко Не умничка Великий Грешник Прости Господи Прец Украины Спасибо Господи Братскому Украинскому Народу Низкий Поклон Подкрепи Вас Господи Так Второй Святой Кровавое Воскресенье Николай Второй Николай Второй Святой Вопрос Кровавое Воскресенье Вы знаете Очень важный Момент Который Мы должны Понимать Во первых Да Безусловно Святой Он Страстотерпец И Во вторник Мы будем Вспоминать День памяти Царской Семьи Столетия С Момента Убиения Семьи Мы Хотим Видеть Идеальных Всех Но идеал Только Господь Каждый Человек В своей Жизни Мог Оступаться Особенно Если Ему Помогали Сугубо В этом А в этом Никто Не сомневается Что Постоянно Россию Пытались Как-то Подорвать И в итоге Подорвали Относительно Политического Строе Но Все Это Перекрывает И Перечеркивает Тот Момент Как Человек Заканчивает Свою Жизнь А Прошу Прощения Монтер Опять Потух А Николай Второй Со своей Всей Семьей Мог Уехать Из России С Достаточными Деньгами И Жить Припевающей Но Он Остался В России И Он Принял Мучениц Венец Который По сути И омыл Его Все Грехи И Проступки Поэтому Николай Второй Святой Так Мы Ездим На Кладбище Это Грех Или Нет Все Должно Быть Сорезмеримо Нужно Порой Ездить На Кладбище Молиться Но Без Фанатизма Бывают Крайности Есть ли Жизнь После Сметрии Безусловно Она Есть Об Этому И Святые Церкви И Вся Полнота Церкви И Так Называем Проводники Которые Испытывают Клиническую Смерть Их Тысячи Которые Говорят Что Есть Жизнь После Смерти Только Какую Мы Получим То ли Радость Пребывания С Богом В раю То ли Расплату За свои Грехи В аду Это Уже Зависит От Нас Так Далее Я Всегда К матрошу Обращаю Она Всегда Помогает Написано Промочитайте Так Дальше Наверное Вы много Написали Кто Был Гришка Распутин Ну Во-первых Я Фомирляль Не люблю Григорий Распутин Его Скажем Так Биография Тоже Неоднозначна Много Чего За ложь Выдавали Но Однозначно Что Уже Научно Доказано Его Ритуально Скажем Так Убивали О чем Есть Свидетельство Не просто Убили А ритуально Убивали О чем Говорится Что он Также Был Очень Неугоден Тем Кто Творил Этот Переворот Стране Так Доброй Ночи Доброй Вот Я До Конца Вопросов Дошел Так Правда Что Беременна Нельзя Убирать На Кладбище Неправда Немножко Тут Нужно Ставить Несколько Акцентов Почему Не Рекомендуется Ходить Беременной Женщине На Кладбище Не Запрещается А Не Рекомендуется Чтобы Лишний Раз Ее Нервная Система Не Повреждалась И Тем Самым Чтобы Ребеночку Не Стало Хуже Если Она Вполне Уравновешенная Относительно Своего Гормонального Психологического Состояния И Она Может Потрудиться На Кладбище И Помолиться Почему Нет Не Вопрос Вреда От Этого Ни Ни Одному Человеку Не Было Поэтому Тут Нужно Смотреть На Сво Психологическое Состояние И Общее Самочувствие Убираться Можно Как Я Хотел Иметь Такого Духовника Часто Приваясь Смятение О Духовнике Нужно Молиться Безусловно Чтобы Господь Показал Указал Но Это Очень Тяжелый Крест И для Одного И для Другого Поэтому Молитесь Может Господь Вам Укажет Такого Духовника И Желательно Чтобы Он Был Прям Очень Рядом Скажем Так Чтобы Вы могли Приехать Как Минимум И Воочию Беседовать Исповедоваться У него Господу Батюшек Советчиков В том числе Как я Скажем Так Может Быть Миллион А Духовник Это Один Так Дальше Они Когда Не Беременны Все Все Уравновешено Ну Давайте Будем Более Любимы И Терпеливы К Нашим Женщинам Потому Что На Их Плечах Гораздо Больше Порою Чем На Наших Почему Беременны Нельзя Присутствовать На Похоронах Ну По той же Самой Причине Что И на Кладбище Присутствовать Можно Если Она Вполне Себя Ну Конечно Похороны Это Все равно Стресс Хочешь Ты Того Или Не Хочешь Но Если Все Таки Она Реально Выдержит И Ребенку Не Навредить Своими Стрессами Ну Тогда Пусть Присутствует Тут Духовного Вреда Никакого То Чисто Психологически Вот Нагрузка Духовного Тут Никакого Вреда Так Спуститься Ли Иисус Христос На землю Будет Второе Пришествие Христа Но Господь Его Нам Не Открыл Дабы Мы Не впали Какие-то Скажем Так Армагеддонные Дела Как завтра Делаюсь На УЗИ Валентина Я вас уже Благословил Если вам Нужно делать УЗИ Значит Делайте Не бойтесь Так Начал ходить Церковь Было От святого Духа Предупреждение Что Нет Не знаю Допишите Олег Пожалуйста Что Нет Батюшка Мои бабушки Девяносто Три года Уже Не в здоровом Уме Никто Не знает Крещеная Или нет Можно ли Ее крестить Мирским чином Наверно Так Называемой По сути Все таинства Совершаются В разуме То что Вы ее Мирским чином Крестите Ну Даже Такой Очень Спорный Момент Если Она Предположительно Крещенная То Ее Можно Будет Отпевать Священник Только Вставит Одну Ремарку Аще Крещена Вот С такой Ремаркой Ее будут Отпевать Относительно Мирским чином Ну Ради Страха Смертного В принципе Это Ну Опять Она Она Не В разуме Очень Такой Индивидуальный Момент Который Нужно Если Хотя бы На чуть-чуть Она В разум Примерно Придет То Лучше Ее На дому Крестить Скажем так Полноценно Ну Вы знаете Где я служу Давайте Мы встретимся Обсудим Этот вопрос Люди Это Просто Самомнушение Всю жизнь У родных Убираясь И дети Счастливые Задумайтесь Да Согласен И Оливьера Написала Да Что мои родные Практически Почти час Мы в эфире Я надеюсь Сегодня Был вам полезен Ответил На вопросы Ваши Вот еще Чуть-чуть Написали Батюшка Что вы Думаете О пенсионной Реформе И Как после Этого Молиться За Путина Я очень тяжело Отношусь К этому Честно говоря Комментировать Бо не хотел Дабы не давать Соблазна Никому И К осуждению Я считаю Что Для народа Нужно делать Все лучше И лучше А не Ставить его В тяжелые Рамки Выживания Поэтому Разуми Господи А молиться Из-за того В том числе И с Владимиром Владимировичем Нужно Почему Потому что Он стоит У руля Нашего государства И мы должны Молиться Что Господь Его Вразумлял Усмирял И показывал И указывал И на его грехи И на то Что Как правильно А не как Выгодно Тем или иным людям Вести Нашу страну Именно Именно Как правильно Поэтому Я Простите Не хочу Комментировать Этот Вопрос Он очень Болезненный И Добро Я его Не покомментирую Осуждать Не хочу А что Когда Дети Маленькие Крестят Они В разуме Ведь Старики Это Как малые дети Ну Есть доля Правды В ваших Ваших Словах Но Смотрите До того Как старики Пришли Вне разума У них Была Возможность Креститься Было Время Свобода Выбора Никто Их Не запрещал Это Первый Момент А сейчас Получается Уже Дети Крестятся По вере Крестных Родителей И По желанию Родных Родителей Здесь Уже Другой Момент Эти Взрослые Родители Вернее Люди Они Сами Они Хотели В свое Время Креститься Поэтому Тут Уже Очень Индивидуальный Момент В их Ситуации Так 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 Спасибо Бога Слава Боже Бойтесь Живых А не Мертвых В том Числе Было Предложение От Святого Духа Что Не буду Иметь Спасения Когда Ходить В церковь Пришлось Оставить Ходить Через Три Года Так И Случилось Ну Поверьте Это Вам Явно Не От Святого Духа Олег Было Если Вам Сказали Не Ходить В церковь Объясню Почему Во-первых Сам Господь Говорит Двое Литро Вами Мое Там Я Посреди Них Кто Такой Дух Сам Господь Говорит Дух Есть Бог И Кто Ему Кланится Тот И Спасение Получает Ну Если Так Немножко Расширить В храме Мы Каемся Угост Просим Свои Прощения О грехах И Соединяемся С ним Посредством Причастия И Господь Подает В Храме И Благодать Святого Духа И Свои Многие Дары И Милости Поэтому Если Вам В кавычках Святой Дух Сказал Не Ходи В храм То Это Явно Это Не Дух А Бес Который Пытается Отвести Вас От души Задумайтесь Пожалуйста Об этом Как Избавиться От страха Неуверенности Во себе Тревоги Ну Во-первых Неуверенность Себе Тревоги Это Маловерие Я В таких Случаях Рекомендую Читать Акафи Слава Бога За Все И Посмотреть Замечательный Ролик Серафима Вырицкого Он По сути Во всех Существах Есть Так Можете И Забить В поисковике В любой Существе Видео Да Да Или в поисковиках Там Яндекс И там Подобно Диалог Бога С душой Серафим Вырицкий Замечательное Видео И Коротенькое И душу Пробивает Молитесь И Господь Подкрепит Вас Так Можно Вам Вопрос В Личку Задать И Можете Сегодня Ответить В 10 Часов Ну В принципе Если напишите Я думаю Отвечу Так Дальше 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 Привет Евгений Тебе Тоже Привет Так Получается Вы Гнал А Сказал Что Приходите Ко Мне Не Изгоню Вас Спасибо За эфир Доброй ночи Как дела Все хорошо У меня Такой вопрос Никак Не получается С мужем Расписаться Как Подобает Заявление Всегда Пере Расписаться Что Всегда При Присходе Последний раз Умер С крови Родный брат Я думаю Это истечение обстоятельств Не думаю Что стоит На это Обращать Внимание Вообще Как И И И И И И И И Через Сон Спросите У Бога Правда Или Нет Я вам Уже Ответил Это Искушение Поверьте Олег Это Я Не раз С этим Сталкивался С такими Проявления Всякой Нечисти Все Мои Родные Я Заметил Что Больше Часа Когда Веду Трансляцию Какие-то Начинаются Технические Сбои Я Рад Был С вами Пообщаться Храни Вас Господь Это Был Проект Батюшка Лав Батюшка Любовь Ваш Недостойный Ирей Константин Священник Всем Божьей Помощи На предстоящую Неделю Храни Вас Господь Аминь С Богом Спаси Господи